инь и ян небо и земля вода и огонь плюс и минус вопрос и ответ мир двойственен а что же двойственно в английском в любом утверждение есть начало отрицания и в любом отрицании есть начало утверждения все наши утверждения мы с легкостью можем превратить в отрицание и наоборот все наши ответы мы можем превратить вопросы и вопросы в ответы итак друзья в этом уроке мы поговорим о том как мы можем построить вопросительные предложения и отрицательные предложения с глаголом быть в настоящем времени утвердительные предложения такие как или скажем положительные я их называю положительными предложениями и так значит утвердительные то есть положительные предложения мы научились уже строить в прошлых уроках то есть такие предложения как я студент и я в парке то есть приложение предложение с глаголом быть рассмотрим как же сделать такие предложения отрицательными или вопросительными то есть ты студент или ты парке Итак, начнем. Значит, я студент. Мы знаем, что мы говорим так. I am a student. Мы можем у себя тоже задать вопрос такой, самому себе. Или какой-нибудь вопрос такой риторический. Скажем, я студент. Будет звучать так. Am I a student? То есть на первое место мы переносим глагол быть. А именно его форму M. Перед, или скажем так, на первое место сказано слишком громко. Но мы его уж точно ставим перед местоимением. А именно в данном случае местоимением, личным местоимением я. I. Am I a student? Или же такое предложение. Я в парке. Am I in the park? Переходим к местоимению he. Он. Значит, he is in the park. Скажем, начнем по традиции со студента. He is a student. He is a student. Вопрос из на первое место или на из перед местоимением. Is he a student? He is in the park. Вопросительное, то есть утвердительное предложение, положительное предложение. Вопросительное предложение делаем так. Is he in the park? She. Испремение она. She is a student. Вопрос. Is she a student? Обратите внимание, мы тоже используем интонацию, чтобы показать, что это вопрос. Is she a student? Значит, она в парке. She is in the park. Вопрос. Is she in the park? Переходим к местоимению it. Например, оно находится или оно является парком. It is a park. Это парк. Вопрос. Is it a park? И оно находится в парке. Может быть, мы говорим о дереве, например. It is in the park. Вопрос. Is it in the park? Is it in the park? Далее. Переходим к местоимению мы. Мы переходим теперь к множественному числу и употреблению глагола are. Как формы глагола быть. Например, we are students. Мы являемся студентами. Или мы студенты. Вопрос. Are we students? Мы студенты? Далее. Мы в парке, например. Мы находимся в парке. We are in the park. Вопрос. Are we in the park? Мы находимся в парке. Мы в парке. Далее идем к местоимению. You переходим. You может быть означать один человек. You, вы или ты. А также you, вы как группа студентов. Как группа людей. Например, вы являетесь студентами. You are students. Артикля нет. Перед множественным числом мы не ставим артикль. Если мы хотим поставить неопределенный артикль, то он исчезает. Перед множественным числом. So, you are students. Вы студенты. Вопрос. Are you students? Вы студенты? Или скажем единственное число. Ты. Ты студент один. You are a student. Вопрос. Are you a student? То есть инверсия происходит. Это правило инверсии, когда мы меняем глагол, форму глагола быть и местоимение местами. То есть you are a student. Ты студент. Вопрос. Are you a student? То есть мы сделали инверсию. Поменяли местоимение и форму глагола быть местами. Далее. Значит, you. Вы в парке, например. Вы один человек в парке. You are in the park. Или вы много людей в парке. You are in the park. Или ты в парке. Вы уважительная форма. Вы, ты одно и то же у них. You are in the park. Вопрос будет звучать так. Ты в парке. Вы в парке. Are you in the park? Далее. Переходим к местоимению they. Значит так. Они являются студентами. Или они студенты. They are students. Вопрос. Они студенты. Меняю местами. Are they students? То же самое. Они находятся в парке. Или они в парке. They are in the park. Меняю местами. Вы. Они в парке. Are they in the park? В принципе, все. Мы научились задавать вопросы. Таким способом из положительного предложения мы можем сделать вопросительное предложение. Или из утвердительного сделать вопросительное предложение. То есть, на что тут нужно обратить внимание? Такое есть как бы правило. Я его сам придумал. Не знаю, может оно и есть вообще. Если мы не знаем, как образовать вопрос, часто нам помогает такое правило. Мы думаем о том, как сделать сначала положительное предложение. Тогда мы просто скажем. Так, как бы я составил предложение такое, что вы студент. С точкой. Без вопроса. И мы таким способом. Так, значит. You are a student. А, да. Правило инверсии. Так, меняем местами. Are you a student? Во многих случаях помогает. Итак, друзья. Мы с вами научились составлять вопросительное предложение. А теперь переходим к отрицательным предложениям. Например, начнем, как обычно, с местоимения я. I. Я являюсь студентом. I am a student. Отрицание будет звучать так. Я не студент. I am not a student. Далее. Переходим к местоимению he. Значит, he, то есть он, не студент. Сначала скажем он студент. He is a student. Он не студент. He is not a student. She is not a student. То же самое и с парком, с местонахождением. Я не в парке. I am not in the park. Он не в парке. He is not in the park. And she is not in the park. Понятно, что тут можно проследить закономерность. Мы частичку not, отрицательную частичку not прибавляем к форме глагола быть. Am, is или are. Давайте так для сокращения этого урока, чтобы сделать этот урок немного более коротким, я просто пройдусь по всем местоимениям. I am in the park. I am not in the park. I am a student. I am not a student. He is a student. He is not a student. He is in the park. He is not in the park. She is a student. She is not a student. She is in the park. She is not in the park. It is a park. It is not a park. It is in the park. It is not in the park. We are students. We are not students. We are in the park. We are not in the park. You are students. You are students. You are not students. You are a student. You are Итак, мы с вами научились составлять вопросительные предложения и отрицательные предложения. А также мы с вами научились сравнивать английский язык, английские предложения с некоторыми философскими и жизненными понятиями, как единство и борьба противоположностей инь и ян или инь и янь, как его многие называют это понятие. Значит, такое полезное упражнение я посоветую вам провести и вот, например, как делаю это я и потом повторять это день за днем. Таким способом, наращивая скорость мышления, скорость операции в голове, перестановки этих понятий всех и таким способом вы ускоряете мышление и учите свой мозг делать это быстро. Например, так Are you a student? No, I'm not a student. I am a doctor. Is he a student? No, he is not a student. He is a doctor. Is she a student? No, she is not a student. She is a doctor. Is it a park? No, it is not a park. It is a street. Далее We are, скажем так, вопрос. Are we students? No, we are not students. We are doctors. Are you students? No, we are not. Are you students? No, you are not students. Можно и так сказать. No, you are not students. You are doctors already. Okay? Are they students? No, they are not students. They are doctors. Таким способом вы прорабатываете скорость, каждый раз повторяя и прокручивая это в голове. Например, когда-то я учился играть на гитаре и на мыльной коробке у меня не было гитары. И я взял мыльную коробку и сделал там небольшие такие прорези и натянул там нитку. Ну, несколько слоев нитки. И таким способом имитировав струны. И делал перебор, определенную последовательность перебора этих струн. Нужно делать так, чтобы не ошибаться, чтобы другую струну не задеть. И так как у меня гитары не было, я ходил с мыльной коробкой, в автобусе ехал, в школу шел и так далее. И я перебирал на этой мыльной коробке эти струны искусственные. А всего лишь такая маленькая мыльная коробка помещалась в кармане. Таким способом, приучая свой мозг, не ошибаться, делая перебор. То же самое. Вы делаете, прокручиваете вот эти предложения, как говорится, вновь и вновь, приучая свой мозг делать это быстро. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с нами. До следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok